В финальном турнире традиционных соревнований по мини-футболу «Удар в девятку» принимала участие команда мальчиков 2012 года рождения «Видное развитие». Кроме них за звание победителя боролись команды из Москвы. Видновский клуб уже долгое время поддерживает муниципальный депутат и предприниматель Владислав Рымша. Команда «Видное развитие» достаточно известная команда. Взрослые ребята были трехкатыми чемпионами Московской области, поэтому молодые ребята, которые сейчас играют, мы их всегда поддерживаем. Это наша молодежь, наше будущее, поэтому, наверное, это правильно. В полуфинальной игре «Видное развитие» уступило. В матче за третье место ребята встретились с командой Братеева и не оставили им шансов, забив несколько безответных мячей. Лучшим игроком «Видновской» команды был признан капитан Кирилл Слесарев. Мы собрали и все сказали, что мы сможем. Мы молодцы и выиграли. Тренер команды Роман Абраменко считает, что несмотря на юный возраст, график у футболистов довольно плотный. Практически каждый месяц проходят соревнования, где «Видное развитие» занимает призовые места. Здесь же, конечно, что-то не получилось в первой игре, но так иногда бывает, это детский спорт, что-то не пошло. Во второй игре более-менее все успешно закончилось. Надеюсь, что на хорошей ноте мы и продолжим. В финале сразились команды «Троицк» и «Юниор Динамо-24». Оба клуба – одни из сильнейших на турнире. Мы настраивались на этот турнир, мы участвуем не первый год в этом турнире. Были победителями и призерами. Надо забирать обратно первое место. Будем стараться. Игра складывалась с преимуществом то одной, то другой команды. Финалисты обменивались голами и к завершению времени матча счет оказался равным. Победители выявили в серии пенальти, где сильнее оказалась команда «Юниор Динамо-24». По завершении турнира состоялась церемония награждения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.